Динамо Как результат, двукратное превосходство гостей к концу первой четверти. Грамотные подсказки тренера помогли нашей команде собраться и выдать серию из трехочковых попаданий. Несколько раз разрыв в счете сокращался до одного балла, но в каждом случае команда из Курска взвинчивала обороты и вырывалась вперед. Как итог, 34-42 к середине игры не в пользу Спарты. В любом случае, руководство команды, как и болельщики на трибунах, отмечали большое желание и волю к победе у наших баскетболисток. А значит, успех рано или поздно придет. Ведь надо понимать, что Спарта НК – молодая команда. Средний возраст состава – 21 год. Ну, там очень серьезный коллектив, там, это игроки мирового уровня против нас сегодня играют. И для наших молодых девочек это очень, очень хорошая игра, где-то не повезло. То есть, я считаю, что сыграли великолепно. Первая половина лучше, чем ожидалось. Игра нормальная, но чего-то не хватает. И Спартаку и Динамо не завершают, скажем так, некоторые моменты. Желаю удачи Спартаку всегда, чтобы всегда победала. Во второй части игры команды действовали на встречных курсах. Баскетболистки Спарты снова немного просели в третьей четверти, но последний отрезок матча провели на высоком уровне. В тот момент, когда соперницы уже расслабились и посчитали игру сделанной, наша команда совершила финальный рывок. Но, к сожалению, опыт взял свое и Спарта уступила с общим счетом 62-75. Тем не менее, это поражение оказалось достойным. Впереди нашу команду ждет выездная игра с соседями по турнирной таблице МБА Москва, где мы можем рассчитывать на победу. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.